Юбилейный 50-й фестиваль музыкальной осени открылся накануне в Твери. По случаю круглой даты организаторы особенно тщательно работали над списком исполнителей, которые выйдут на сцену областной филармонии. Среди них представители не только столичных, но и зарубежных театров. Подробности у Романа Быкова. За прошедшие полвека это яркое музыкальное событие стало настоящим украшением культурной жизни Верхней Волжи и всей Центральной России. Из года в год фестиваль собирает на сцене Тверской филармонии талантливых мастеров, известных не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. В минувший вторник праздник открыл масштабный проект. Произведение Джузеппе Верди «Реквием». Причем в несколько необычной версии. С партии органа в исполнении Олеси Кравченко. В оригинале нет этой партии, поэтому специально для нашего зала, чтобы было очень комфортно, чтобы «Реквием» звучал, была сделана вот такая вот версия для большого хора, оркестра, органа и солистов. Стоит отметить, что «Реквием» прозвучал в исполнении губернаторского камерного оркестра «Российская камерата», группы исполнителей на медно-духовых инструментах из Москвы, губернаторского камерного хора «Русский портес», хоровой школы мальчиков и юношей из Конакова. Солировали артисты Академического Большого театра, тенор Захар Ковалев и бас Александр Маркеев. Последний признает, что партия в Вердиевском «Реквиеме» его особенно привлекает. Это произведение экстракласса, оно показатели, путеводная звезда для любого солиста. Соответственно, сопрано, но это два соревнования, которые там участвуют. Любого хорового коллектива, это показательный знак качества в исполнении этого произведения. Начиная с ближайшей субботы, зрители смогут наслаждаться дальнейшей программой фестиваля. Это и заслуженный артист России Сергей Жилин с программой посвящения Оскару Питерсону, и встреча с победителем международных конкурсов органистом Константином Волосновым, и Московский государственный академический театр танца «Гжель» и многое другое. Уверен, что нынешний юбилейный фестиваль порадует зрителей насыщенной программой и интересным репертуаром, говорится в приветствии губернатора Игоря Рудени, благодаря которому эти выступления в режиме онлайн смогут посмотреть и во многих районах области. Речь о так называемом виртуальном проекте. Тема, которая поддерживается не только нашим губернаторам, это поддерживается и прежде всего Министерство культуры РФ. Это проект, который входит в рамках национального проекта «Культура по Тверской области». На сегодняшний день это уже 14 районов, которые нас смотрят, послушают, имеют возможность посещать наши концерты виртуально. И это на самом деле не успеет. Завершится юбилейная музыкальная осень в Твери 30 октября концертом вокальной группы «Кулэн Джэзи» лучшей акапелло-группы Европы. Так что у любителей высокого искусства впереди праздник длиной практически в целый месяц.